Здравствуйте, я доктор-стоматолог-имплантолог Виктор Круш. Я работаю в Израиле. Более 20 лет я занимаюсь имплантацией зубов. В моих клиниках в Иерусалиме и Тель-Авиве я эффективно помогаю пациентам не только из Израиля, но также из стран бывшего СССР, стран Европы, США и Канады. Вернуть себе способность улыбаться и жить полноценной жизнью. Можно сказать, что моя практика полностью посвящена имплантации. Я считаю, что специалист должен быть хорош в чем-то одном. Сегодня мы поговорим про оламфор. Пожалуй, самую популярную технику протезирования. Всего 4 импланта, которые будут держать вашу новую челюсть. Казалось бы, что может быть проще? Но и тут есть свои подводные камни. Как подготовиться к имплантации? Какие бывают противопоказания для установки оламфор? Какие ошибки совершают недобросовестные имплантологи и как их избежать? Приступим! Я хочу рассказать о системе имплантации зубов, совершившей настоящую революцию в современной стоматологии. Это система Оламфор. История современной зубной имплантации началась с открытия шведского врача Ингвара Бренемарка, явления ости интеграции. То есть приживлении изготовленного из титана зубного имплантанта кости челюсти. Этот металл оказался идеальным для этого. Первый человек, кому был установлен имплантант в 69 году прошлого столетия, был стокгольмский таксист. И простоял имплантант 40 лет. И возможно стоял бы и больше, не погиб не таксист в автокатастрофе. Профессором Бренемарком был установлен протокол имплантации и протезирования, по которому импланты устанавливались строго параллельно друг к другу. Протезирование начиналось не раньше, чем через полгода. На верхней челюсти и на нижней 3,5 месяца соответственно. Минусом этого протокола является очень долгий период реабилитации, то есть приживления импланта, в течение которого пациент остается зачастую вообще без зубов, в лучшем случае со съемным протезом, что тоже достаточно дискомфортно. Помимо этого, для восстановления каждого зуба и, соответственно, строго параллельной установке импланта не всегда было достаточно высоты кости, что в итоге приводило к дополнительным операциям подсадки, наращиванию кости, таким, например, как синус лифтинг, поднятие дна гайморовой полости и внесение в них костного материала. Пауло Мало совершил новый прорыв в имплантологии, предложил в 1998 году устанавливать имплантанты под наклоном в 45 градусов. Это позволило обойти сложные участки в челюсти. А метод протезирования, но установленных под углом имплантов, универсальной концепцией для возвращения зубов на двух челюстях. Это позволило возвращать зубы даже в самых сложных случаях отсутствия кости. И возвращать улыбку тем, для которых единственным решением был съемный протез. Новизной в системе ОЛАМФОР была установка имплантов под углом, вместо укоренившегося в сознании имплантологов строго параллельного и использования гораздо меньшего количества имплантантов. Минусом этой системы является то, что при потере хотя бы одного имплантанта вся конструкция отправляется в мусорное ведро. Так как три имплантанта недостаточно для функционирования зубов, учитывая громадные нагрузки, возникающие при жевании. Попытки внедрения системы все на трех имплантантах для нижней челюсти, которые предпринимала фирма Нобель, себя не оправдала. Также материал протеза, а это, как правило, акриловая пластмасса, на металлической основе снижал прочность протеза в дальнейшей перспективе. Прикручиваемый мост по этой системе условно съемный и требует особого гигиенического ухода, не говоря, что каждые как минимум полгода его надо снимать и чистить. Использование таких тяжелых, проводящих ударную нагрузку на кость материалов, как металл и керамика, и цирконий при изготовлении моста на четырех имплантантах может приводить к снижению сроков эксплуатации протеза, отторжению имплантов, поломке конструкции. Главными ошибками при применении системы ОЛАМФОР может быть Первое. Неправильно установленные импланты, а именно прободение гайморовой полости из-за плохого планирования установки импланта. Недостаточный наклон имплантов, он должен быть 45 градусов между имплантами. Также выбор материала протеза, о чем я говорил раньше. Ошибки в протезировании, а именно завышение прикуса, неправильная окклюзия, соотношение зубов. Эти ошибки устраняются только наличием большого опыта у имплантолога и протезиста. В моей клинике совершение этих ошибок в принципе невозможно. За моими плечами уже тысячи операций, большинство которых были успешными, что подтверждается отзывами моих пациентов. Моя клиника находится в Иерусалиме и Тель-Авиве. И за последние 20 лет мы наработали колоссальный опыт в имплантации зубов. Специализации клиники имплантация и восстановление зубов даже при значительной потере кости. Даже, казалось бы, в самых безнадежных случаях. Как правило, без дополнительных операций по наращиванию костей. И самое главное, с немедленной установкой несъемного моста в день операции. Все операции производятся по малоимвазивной, щадящей методике. Флэплесс. Это без разрезов десны, кровотечений, без наложения швов, без травмы надкосницы. То есть, все это приводит к тому, что уменьшает гематому, отеки и, как следствие, возникновение болей после операции. Я практикую уже более 20 лет. Я являюсь действительно членом Международной Израильской и Немецкой Ассоциации Дентальной Имплантологии. Я являюсь обладателем высшей категории Fellow и Diplomate Международной Ассоциации Имплантологии. Используя самые передовые материалы для протезирования, а их более 5 видов в моей клинике, мы обеспечиваем не только восстановление жевания, но и высокую эстетику. Каждый мой пациент – это как отдельный проект. И учитывая, что моя клиника – это бутик, каждый пациент получает максимум внимания. Переходите по ссылке в описании и запишитесь ко мне на консультацию. На моем канале есть и другие видео на тему имплантации, в которых я раскрываю все особенности этой профессии и получаемых пациентами результатов. Подпишитесь на мой канал «Доктор Круш» и смотрите другие видео. Всего доброго, будьте здоровы и улыбайтесь чаще!